Всем доброго времени! С вами, как всегда, я Литка Гадалка. Сегодня я сделаю обзор на такую бюджетную колоду из книжного клуба Барбары Мур. Это классическая Таро. Или магическая Таро. Магическая Таро. Ну, видимо, его назвали так, из любви к чему-то волшебному, загадочному, магическому. Набор состоит из книжечки и из самих карт. Что касается карт, здесь, конечно, есть у меня несколько моментов. Во-первых, вырубка карт, то есть такие небольшие котышечки, зазубринки. У кого есть колода Таро Фантасмагория, вампиры Данильса без труда поймёт, о чём я говорю. То есть такие зазубринки, но если колоду тасовать активно, особенно если тасовать её в вертикальном положении, вот так вот, да, не горизонтально, а вертикально, оно, в принципе, должно обтесаться. Некоторые вот эти все зазубринки с помощью пилочки для ногтей отшлифовывают мастера, ну, это кому как. А некоторые просто на это забивают и спокойненько себе работает. Мне эта колода обошлась 67 гривен. Ну, я в книжном клубе уже давно, я знаю, что эта же колода есть в книжном магазине Мисос, и, в принципе, можно рассчитывать, что там она будет немножечко лучшего качества, вот, потому что хозяин магазина очень требовательно относится к своей продукции. То есть можно попробовать купить и там, и сравнить качество. Ну, в любом случае, цена этой колодки даст Агримин, что не может не радовать, или 300 рублей на российский эпивалент. Что касается карт, значит, довольно крупное изображение, довольно интересный, безрамочный вот такой вот вариант. Очень живописный, очень сочный, очень яркий. Нетипичное сочетание зелёного с фиолетовым. Ну, мне нравится, например. Например, жрица традиционная, императрица, в принципе, тоже традиционная, однако мы не видим её интересное положение, либо неинтересное, этого нет. Традиционного кролика-зайца здесь тоже нет. Ну, вот нога за ногу сидит, как будто бы позирует на фоне природы. Вот такой вот император у нас, широко расставив ноги, сидит на супе у меня немного. Ну, все на фоне природы. Жрец. Влюблённые или любовники, как они здесь называются. Колесница. Один сфинк сидит, один стоит. Ну, есть нюансы есть тут свои в этой колоде. Сила традиционная. Отшельник. С перемотанной ногой. Обычно никогда не видела на отшельнике вот так, чтобы явно ногу оголённую показывали. И здесь аспект зимы. Обычно стараются изображать несколько сбоку фонарь и так, чтобы было непонятно, то ли это звезда с неба, то ли это просто изображённая звезда. Но здесь другой ратурс. Нам с того, не менее, интересно. Колесо фортуны, правосудие, повешенный, смерть, умеренность, дьявол. Башня, то есть, в принципе, традиционнейшая колода. Звезда, правда, с сапелькой на заднем фоне. Луна, вот с таким вот фото человека или не знаю как это. То есть тут лик, лик определённый есть. Солнце. Суд. Здесь не видно, что они встают из гробов. Как-то вот они под это подтянули к рамке, что вот этого момента не видно. Мир. Танцующая девушка. Ну, нога несколько вном. Здесь изображение обычно не так. Это немножечко как бы больше в сторону. Ну, нюансы такие. То с жезлов. То с чаш. То с птичкой. То с мечей. Ту с пентаклей. Двойка жезлов. Двойка чаш. Традиционная. У меня это ощущение, что они вообще пустыми чашами. Чё, кажется, почему-то. Двойка мечей. Двойка пентаклей. Традиционная. В принципе. Так. Тройка жезлов. Тройка чаш. Веселье до упаду. Тройка мечей. Всё. Хочется какие-то, знаете, вкусные нюансы находить. Даже на такой колоде. Тройка пентаклей. Вот такая вот. Четвёрка жезлов. Четвёрка чаш. Не трогайте меня. Я отдыхаю. Четвёрка мечей. Не мешайте мне выспаться, набраться сил. Четвёрка пентаклей. Ну, эту колоду, надо сказать, создала Барбара Мор. И, в принципе, она считается современной колодой 21 века. У неё цена для левелинга, классик левелинга Таро. Классическая левелиновская Таро гораздо выше. То есть порядка 600-700 гривен минимум левелиновские колоды стоят. Поэтому, я считаю, до 100 гривен где-то колода-то большая удача для нас. Пятёрка пентаклей. Ну, и популяризация, конечно же, продукции. Шестёрка жезлов. Традиционная. Шестёрка чаш. Тоже традиционная. У деток цветы вместо бокалов со спиртным, потому что они дети. Шестёрка мечей с переправой. Шестёрка пентаклей с денежками. Семёрка жезлов. Семёрка чаш. Семёрка мечей. Вор лезет. Семёрка пентаклей. Ждём урожай. Восьмёрка жезлов. Традиционно уже оскому набило изображение летящих жезлов. Восьмёрка чаш. Вот с интересным. Звёздное созвездие. Это интересная мысль. Мне нравится такая. Ну, это как девятый уже кубок на небе. Я не видела на других колодах такого. Восьмёрка мечей. Восьмёрка пентаклей. Девятка жезлов. Девятка чаш. Девятка мечей. Очень симпатичная, на мой взгляд. И вот такое лоскутненное одеялко у неё. Ну, в принципе, она на многих картах. И здесь вот такая вот интересная рубашечка. Тоже лоскутная. Тоже лоскутная. Тоже лоскутная.